здравствуйте уважаемые гости и подписчики нашего канала мы рады вас приветствовать спасибо вам огромное за то что вы просматриваете наше видео за то что вы заходите к нам тема сегодняшнего моего онлайн расклада будет называться любовь или это ваши ваши фантазии буду я работать на двух колодах для мужчины чтобы посмотреть его отношение к девушке это будет таро казанова для девушки посмотреть ее чувства к нему это будет а монара вам никакие варианты выбирать не нужно вы должны внимательно посмотреть это видео если с вашей ситуации с описанием характеристик для мужчины для вас срезонирует значит вы просматриваете до конца это видео и в общем то можете подписываться оставлять свои комментарии голосовать мы будем очень рады ну в общем первая позиция у нас будет это сигнификатор мужчина мы сейчас посмотрим что мужчина из себя по большому счету представляет что он из себя представляет по большому счету и в общем то такая будет там дана ему характеристика будет описание его чувств его мысли и его как говорится действий что он из себя по большому счету представляет посмотрим но мужчина довольно таки яркий я могу сказать здесь выпали и туз мечей и туз желзов что я могу сказать об этом человеке но у него есть ясность ума это однозначно он логически мыслит все-таки любые проявления чувств данный момент человек себе подавляет он знаете такой все таки я бы не сказала он довольно таки умный человек довольно таки рассудительный человек у него есть жадность до денег а жадность почему есть до денег видно у него материальное положение не очень хорошее также мужчина готов всегда к новым отношениям к новым эмоциям в общем-то к любовным приключениям есть в нем и расчетливость вот он не так прост как он кажется мой в общем то он всегда будет на настоящие свои эмоции держать под контролем потому что у него идет борьба между эмоциями между чувствами и разумом так ну в общем то вот у нас такой получился мужчина я могу сказать что вы знаете здесь конечно говорит все таки о том что он будет там где ему комфортно и удобно и выгодно то есть это такой сам по себе человек однако он готов всегда к любому приключениям это что касается мужчины давайте мы посмотрим женщину что она сама по себе из себя представляет так ну что касается значит что касается значит женщина вы знаете она достаточно эгоистично она знает чего она хочет в этой жизни у нее есть и желание манипулировать особенно если она понимает что она человеком завладела в общем-то чего она к чему она очень сильно стремится это девушка она в общем то когда будет понимать что она может в легкую человеком манипулировать и вот таким поведением она сама себя загоняет в угол ну у нее есть и доля эгоизма и холодности в общем то и расчетливость ну в общем то как то в ней все тут намешано все присутствует в ней ну в общем жить жить она конечно девушка любит это однозначно и любит когда ее замечают когда ее видят и она хочет от этой жизни получить все по максимуму чтобы у нее было все но вот знаете вот этим вот этим вот своим желанием получить все сейчас именно сейчас это ее иногда и загоняет в тупик потому что у нее здесь есть такой панический даже страх одиночество вот она хочет вот вот хочет вот прям вот дайте ей прямо сейчас ее признание ее как говорится ну и она достаточно все таки холодно расчетливость в ней присутствует она сама по себе такая могу сказать что коварная не 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 него тебе прям женщина вам ну достаточно коварно потому что в ней разные мысли роятся ну и в общем то у нее и знаете как сказать о несоответствии внешне она демонстрирует одно поведение а внутри там кипят огромные страсти и страхи внутри нее и в общем то так же есть неца не соответствия она может на деле показывать одно внутри нее могут таиться там очень много скелетов в общем-то такой человек непростой а про таких еще говорят мягко может стелить и жестко спать понимаете тут есть определенный план действий на этого мужчину и она готова пойти на много ради того чтобы добиться его расположение к себе а вот и она сделает все для того чтобы его заполучить она хочет он для нее каприз вот она так захотела и она своим хочу она изогнала себя в определенные рамки давайте посмотрим чувства какие чувства у мужчины по отношению к этой женщинам сейчас посмотрим его чувства вообще папа да посмотрим его чувства но у него в общем то я могу сказать то что мы увидим на картинке здесь а его чувства здесь у нас казанова развлекается с двумя сестрами а вот я могу сказать вот такие же его чувства он не против можно так сказать реализовывать все свои эротические фантазии где-то на стороне а вот он не против развлечения он не против радости получать от жизни тоже как бы по полной программе однако он не может этого делать потому что он находится в зависимости он не свободный человек он не свободный мужчина у него есть обязательства и эти обязательства скорее всего перед семьей поэтому здесь к сожалению он и рад в общем то по большому счету он всегда рад побежать налево получить все прелести как говорится измен и здесь по девятке мы также видим что это интриги мысли об измене мысли об обмане а также могу сказать что это эмоциональный голод в общем то по большому счету он уже затосковал и он хочет получить вот это вот это вот эти вот ощущения вот эти и он находится в поисках в принципе в поисках в поисках приключений там по чувствам в глубине души он скрывает то что конечно он не прочь встретиться с этой девушкой чтобы опять была интрига какая-то чтобы получить эмоции и в общем то я могу сказать он даже не против группового секса ну это такой человек давайте посмотрим что у нее что у девушки по отношению к нему да а здесь здесь как раз таки карта показывая указывает на то что делаю девушка очень хочет но она понимает что есть здесь ограничения то что мужчина не свободен она хочет получить удовольствие она за ним наблюдает подглядывает за этим мужчиной она ждет папе по всей видимости его она ждет от него звонка она себя никак не может проявить потому что человек не свободен и она ограничена в этих действиях но она хочет получить опять эти удовольствия которые она испытывала при встрече с ним вот эту радость она хочет ощутить вот повторение этих ярких эмоций сексе ну в общем то но у нее есть самоконтроль ну а девушка занимается самообманом на самом деле потому что эти отношения ведут в никуда они могут быть эти отношения но они краткие и и у нее очень много к нему претензий а к этому человеку очень много претензий очень много скорее всего обид даже каких-то с одной стороны она хочет получить все эмоции которые она с ним испытывала то счастье когда они были вдвоем то наслаждение то наслаждение с другой стороны ее раздирают обиды и и раздирают обиды прям жуткие и она постоянно видно в соцсетях где-то за ним как-то наблюдает и в общем то я от этого еще больнее становится давайте посмотрим по действиям что будет предпринимать мужчина и что будет предпринимать девушка его действия так это его действия сейчас я сразу посмотрю ее действия так и ее действия ну я вам так могу сказать в общем то он конечно он здесь и выступает в роли как раз таки не свободного человека вот эти все страсти которые между ними они рано или поздно закончатся конечно он не прочь с ней встретиться и и он может быть и внимательным и в общем то достаточно щедрым по отношению к ней при встрече он может и дарить и цветы и какие-то там подарки делать какие-то прям реальные поступки но все указывает на то что это все кратковременно что рано или да эти отношения они могут быть длительными любовные эти отношения но в то же время они закончатся просто все на нет сойдет из-за того что человек не свободен а также я могу сказать по действиям по девушке да у нее у нее очень сильное чувство обиды ее задели потому что те эмоции которые она сейчас к нему испытывает то желание у нее гораздо страсти это к нему кипит гораздо сильнее чем у него ну потому что он человек не свободный у него есть обязанность перед семьей а девушка находится в ожидании и сейчас у нее кроме обид кроме претензий море слез которых она пролила больше ничего нет вот и то тут понимаете назревает конфликтная такая ситуация она то хочет и она хочет получить все а он а он нет а он ей не дает этих эмоций на данный момент потому что он не звонит ей не приезжает не пишет никак не проявляет себя хотя встреча может быть но это встреча это встреча между любовниками то есть у них отношения не на равных потому что девушка свободная а мужчина в отношениях вот если бы они оба были бы не свободны эти отношения были бы гармоничные а так получается что девушка приносит себе в жертву она вроде и хочет как бы от него получить и все получить да и у нее эгоизм такой играет потому что вот я хочу получить несмотря ни на что вот я хочу и все но он ей не может этого дать и здесь в этих отношениях очень много противоречий и в общем то могу сказать что будет девушка искать третий вариант скорее всего для того чтобы кто-то утешил ее и кто-то ее поддержал вот какие будут ее действия следующие потому что ей на самом деле очень больно и очень одиноко и обидно ну вот в общем такой у нас получился расклад если вам понравился мой расклад срезонировал с вашей ситуации голосуйте оставляйте пожалуйста свои комментарии берегите себя всего вам доброго срезон и Продолжение следует...